Достаточно времени было? Будем надеяться ровно столько, сколько необходимо, чтобы чуть-чуть подышать и привести свое дыхание к естественному ритму. Не думаю, что врачи по-настоящему получают удовольствие от того, чтобы ковыряться в болезнях и их причинах, потому что видишь лишь боль, лишь недуги. Но есть веские основания для того, чтобы первая благородная истина была не истинное счастье, а вторая причина была не истинная причина счастья. Конечно, этот маркетинг был бы гораздо более удачным, если бы наша цель состояла в том, чтобы порадовать толпу. Эй, есть счастье, есть реальность счастья, есть причин счастья. Нет, Будда не так распорядился этими учениями. Он начал с истинной причины страданий, которые сразу портят нам настроение. Затем обратился к теме ненависти, заблуждений, глупости, зависти, высокомирия. Все это, конечно, не особо весело. Но если мы не разберемся со внутренними причинами страданий, нам никак от них не освободиться. И потому, как вы видите, я составил много конспектов для этого оставшегося раздела, раздела относительно Битвичита. И, конечно, если бы у нас была полная неделя, мы могли бы все это достойным образом обсудить. Но у нас осталось чуть меньше часа для того, чтобы завершить эту тему, тему развития относительно Битвичита. И потому мне хотелось бы здесь обратить внимание лишь на некоторые наиболее выдающиеся моменты. А все остальное, можно надеяться, вы сможете понять с течением времени. А кроме того, в 2015 году я провел восьминедельный ретрит, посвященный этому тексту. Англоязычные подкасты этого ретрита все еще доступны. Они совершенно свободны и бесплатны, и при желании вы можете обратиться к ним или к моей книге «Преобразование ума» на английском, которая также посвящена этому тексту. Однако сейчас время наше быстро уходит, нам нужно оставить время на вопросы и ответы, на элемент обсуждения. И потому, прежде чем обращаться к тексту, где мы только что рассмотрели первый афоризм, попеременно практикуй даяние и принятие. Теперь вы знаете, о чем идет речь, о практике Танглин. Многие из вас уже знакомы с этим методом. И мне хотелось бы лишь подчеркнуть подлинно великолепный анализ четырех безмерных, где мы берем каждую из безмерных, рассматриваем ее, поднимаем, какова ее природа, каков ее дальний враг, какой ее ближний враг, то есть сложное подобие. Каковы условия, которые ведут к рождению каждой из четырех безмерных, каковы признаки успехов безмерных. Это учение с тхировадинской традицией, которую мы напрямую извлекаем из пути очищения Будда Гоши. Это по-настоящему великолепное наставление, одно из наилучших психологических объяснений, которое мне в жизни доводилось видеть. Это не мистика, это не религия, можно сказать, это наука о психическом здоровье, которая, мне кажется, совершенно великолепна. Это великолепная психология, и, конечно, путь очищения Будда Гоши доступен для бесплатного скачивания, и точно так же вы можете на современном, ясном английском найти в наставлениях современных источников 20 века, как в той книге, которую я уже помянул, которая рассматривает кировадинскую мудрость, связанную с учениями Будды. Будда Гоши, разумеется, выдумал все это не сам, он опирался на предшествующие века мудрости, на первые тысячи лет буддийской традиции. А в рамках этих первых тысяч лет на свете было множество мудрецов, арьев, практикующих, на опыт которых Будда Гоши опирался, составив это объяснение. Но давайте поговорим о ложных подобиях, а затем обратимся к тексту. Каждая из превосходных добродетелей, которые в том числе в этом списке упоминаются и в Йога-сутре, и в Патанджале, где они описаны в том же самом подходе, в том же самом порядке, что у нас здесь. Каждая из этих возвышенных добродетелей, универсальных добродетелей, у каждой из них есть нечто, что подобно добродетели, но ей не является, и при этом, на самом деле, может быть, и даже противоположно. Любящая доброта — это устремление. Безмерная любящая доброта — это безмерное устремление о том, безмерное устремление, которое охватывает всех живых существ без исключения, без предубеждений, без предвзятости. И это устремление о том, чтобы мы все отыскали счастье, подлинное счастье и причины счастья. Это устремление. Это также желание о том, чтобы мы смогли отыскать гедоническое благополучие, счастье, процветание, здоровье. У нас были любящие взаимоотношения, гармония с природой и так далее. Это чудесно, это добродетель, нечто бескорыстное. Но есть и нечто, отличающееся от любящей доброты и ей все то же, по-моему, подобное. Это эгоцентричная привязанность. Это нечто, что проникает во все любящие взаимоотношения, которые у нас есть. Будь то романтические взаимоотношения, взаимоотношения между супругами, или это может быть дружба, или отношения с гуру. Или, например, переговоры о мире, в рамках которых встречаются разные нации. Все различные мысли в духе. Ты мне нравишься, ты мне очень нравишься, ты приносишь мне счастье. Я благодаря тебе чувствую себя в безопасности. Ты прикроешь меня, я прикрою тебя. Это эгоцентричная привязанность, которая может проявляться в действительно милых ключах. Например, в романтических взаимоотношениях, когда кто-то ощущает романтическую любовь другому человеку, предположим, мужчина ухаживает за женщиной, говорит, я тебя люблю, я тебя люблю, ты мое сердце, ты моя душа, жить без тебя не могу. Вот тебе цветы. Вот я тебе дарю Мерседес Бенз, хочу свозить тебя в отпуск. Хочу принести тебе подлинное счастье, чтобы ты делала меня счастливым. И при этом нужно действовать. Так, и нужно тогда поступать. Это не односторонняя улица, а улица с двухсторонним движением. Ты люби меня, ты люби только меня. Иными словами, мы обращаем другого человека в инструмент нашего собственного счастья. Выглядит все это, может, очень миловидно. Ну да, он меня так любит, дарит мне шоколадки. Это очень мило. Но никакой любящей доброты во всем это может при этом не содержаться. Ведь романтика очень быстро обращается в ненависть, иногда даже в насилие. Одна из наиболее частых причин смерти одного супруга – это другой супруг. Это эгоцентричная привязанность. Может быть, речь идет лишь об автомобиле, о котором вы заботитесь, о котором полируете, о котором обновляете, поддуваете шины. Вы действительно заботитесь о своем автомобиле. Почему? Вы любите свой автомобиль, хотя это не чувство и чувство. Вы хотите, чтобы автомобиль выглядел достойно. Моя машинка, моя машиночка, мой дом. Можно быть привязанными к своей собственной форме. Не к моей в смысле, а к вашей собственной. Эгоцентричная привязанность целиком и полностью зациклена на нас. Она может выглядеть очень пристойно. Может казаться, что мы… Ведь мы используем само это слово «любить». Я люблю тебя, очень люблю тебя. Но если ты меня бросишь, я убью тебя. Или себя. Это даже отдаленно не схоже с настоящей любящей добротой. Но выглядит все, может быть, похоже. Вы можете ощущать эгоцентричный привязанность к своей собаке, к другу, к своей стране, к этнической группе, к религиозной группе. Но все всегда будет завязано на представлениях о моей стороне и твоей стороне. Эгоцентричная привязанность – это дешевое подобие любящей доброты. И возможно, хотя это сложно себе представить, можно ощущать невероятное чувство любящей доброты по отношению к другому человеку, например, ко всем жителям страны, ко всем людям, ко всем живым существам, и при этом не испытывать никаких признаков привязанности. Такое возможно, и именно к этому мы здесь устремляемся. К любящей доброте – свободной от привязанности. Каким будет ложное подобие сострадания? Чувство беспомощности, отчаяния. Я чувствую, что мир страдает, и я так осознаю зло в этом мире и его невообразимые масштабы, как то, что его празднуют. Одна сторона пытается завоевать другую, старается убить как можно больше людей. Или то, как мы обращаемся с окружающей средой, с животными, друг с другом. Посмотрите, как много зла, как много страданий в этом мире. Вы чувствуете все это, как вы чувствуете все это, и начинаете себя чувствовать, как жестянка из-под газировки, по которой проехался грузовик, полностью раздавленный всем этим. Вы чувствуете, я всего один человек, можете ощущать отчаяние. Или вам очень грустно за мир, или грустно применительно к тому, что вам очень грустно из-за того, что происходит с другим человеком. Как грустно, как печально. Это не сострадание, это сочувствие. Но сочувствие не обладает особой мощью, оно особо не помогает. Это лучше, чем холодное безразличие. Но сочувствие ничего не исцеляет. И на самом деле лишает вашу паруса ветра, лишает вас импульса, который позволил бы все это дело исцелить. Это не умственное омрачение, но, безусловно, нечто лишающее ваше сострадание движущей силы. Что с сопереживающей радостью? Вы, например, радуетесь успехам других людей, добродетелям. Но немножко корректируете это состояние. Вы думаете, какой чудесный домик, какой успешный у вас муж. Вот это все потрясающе. Давайте устроим вечеринку, давайте нальем шампанского. Жизнь хороша, жизнь хороша. Поздравляю, хочу дом, как у вас. Великолепный у вас домик. Вы празднуете просто гедонизм. Гедоническая фиксация. Сансара может быть хорошей. Вот посмотрите на вас. Вы богатый, успешный, у вас хорошая жена. Все у вас в жизни отлично складывается. Это кажется сопереживающей радостью, но на самом деле вы просто празднуете. Гедонические достижения – это дешевое подражание. В этом нет хармы, в этом нет добродетели. А если обратиться к непредвзятости, непредвзятость – это подлинно благородное состояние, которое напитано, любящая добротой, состраданием, сопереживающей радостью. Но ложное подобие – это холодное безразличие, где вы в равной степени безразличны ко всем, кроме себя. Непоколебимость, проистекающая из хладнокровия. Вы ни на что не реагируете, вы ничему не внимаете. Единственное, что вас беспокоит – о, хорошо, что я не вы. Но никаких особых различий между друзьями и врагами при этом нет. Друзья, враги – да. Все рано или поздно станут врагами. Холодное безразличие, тупое безразличие. Это дешевое подобие. Таковы четыре дешевых подобия, над которыми нужно поразмыслить. Ну, вы можете посмотреть в моей книге «Четыре безмердума», она не так уж плоха. Но то, что в ней содержится, исходит в первую очередь изучение Будда Гоши, которое было изумителем, Тхировадинским составителем комментариев. После этого мы обращаемся к заметкам. Которые описывают наше продвижение в практике Танглин, в практике даяния и принятия. Здесь я лишь кратко зачитаю эту мысль. Сначала вы можете думать о своей собственной матери, если у вас, конечно, несложные взаимоотношения. Но, может быть, она была не особо хорошей матери в силу своих собственных омрачений. Тогда вы можете начать с кого-то иного. С кого-то, кому вы испытываете подлинное сочувствие, восхищение, глубокое чувство заботы. То есть вы начинаете с кого-то, будь то ваша мать, это удачный вариант, или с кого-то иного. Вы начинаете с такого человека, представляете подобного человека в пространстве перед собой, а затем постепенно распространяете то же самое на других живых существах. Начинаете вы с любящей доброты. Вы вспоминаете о доброте этого живого существа. Это нас возвращает к учениям о санге, которые исходят из учения Майтреи. Это учение о том, чтобы рассматривать всех живых существ как тех, кто был нашими родителями в прошлых жизнях. А затем мы думаем о своей собственной любящей матери в этой жизни. Думаем, у меня было бесчисленное множество прошлых жизней, все живые существа были моими матерями. И мы пробуждаем чувство нежности, приязни, заботы, чувство, позволяющее нам смотреть на других людей, как на тех, кто нам дорог. Даже если мы с ними не знакомы, даже если это чужие нам люди. Даже если на поверхности кажется, что они поступают по-настоящему дурно. Мы смотрим на других живых существ как на любящих матерей. Мы смотрим на живых существ как любящие матери, которые видят, что их ребенок, подросток, увяз в чем-то дурном, стал частью какой-то тлетворной группы. Будет ли подобная мать любить ребенка меньше? Гиши Раптен, один из моих главных учителей, приводил эту аналогию. Ваш собственный ребенок увяз в каких-то дурных ситуациях, стал частью какой-то группировки, может быть, принимает наркотики и так далее. Конечно, если мать любит ребенка просто в силу эгоцентричной привязанности, она скажет, нет, я от тебя отрекаюсь, не могу с тобой иметь дело, убирайся, не связывайся со мной, не хочу больше с тобой иметь дело. Нет, прочь, пойди прочь, ты больше мне не сын. Это выражение эгоцентричной привязанности. Ты меня не… я от тобой не горжусь, ты меня разочаровал. Но любящая доброта еще больше бы приумножилась, вы смотрите на своего ребенка как того, кто болен, но не в смысле, ой, какой он отвратительный, его много тошнит. Нет, если вы действительно обладаете любящей добротой к своему ребенку, она еще больше приумножится, так же, как и сострадание, даже когда ребенок сошел с пути. И вот вы внимаете всем живым существам. Это идеал Батхисатвы, и никто, включая Фрейда, не может нам сказать, что это нечто неправильное. Я не буду делать перерыв, потому что в дверь кто-то позвонил. Но я продолжу. Развитие чувства глубокой заботы, глубокой заботливой нежности, глазоботой нежности ко всем, включая незнакомцам, даже к людям, которые приносят много страданий в этот мир. Это идеал Батхисатвы, способность рассматривать всех живых существ, как если бы эти живые существа, люди или другие живые досущества, были нашими собственными детьми. Таково наше устремление, и это нечто возможное. Я встречал людей, которые это воплощают. Если нет, вы можете встретиться с Горченом в Римпаче, это один из примеров. Его Стиштамда Ламы, это чудес причин. Такие люди и среди христиан, среди буддистов. И епископ Дезмон Туту, когда я впервые их увидел вместе с его Стиштамда Ламы в видеозаписи, два человека, которые полны невероятно любящей доброты. Любящая доброта Дезмонда Туту была обращена на людей, которые причиняли страдания людям его расы. Не только на его близких. Нет, он на всех распространял эту нежность, это тепло, это прощение. Это идеал Бодхисатвы. Есть христиане, которые воплощают этот идеал, буддисты, которые воплощают этот идеал. Его могут воплощать люди, которые не придерживаются никакой религии. Главное его разделять. И вот вы начинаете с кого-то, кому вам легко ощутить любящую доброту. Затем практикуете метод, в котором вы отдаете все свое счастье, забираете все страдания. И, как говорится в одном из великих комментариев, которые мы здесь читаем, вы думаете, я принесу великую радость своей матери. То есть тому, о ком вы думаете. Может быть, ваша мать уже скончалась, но человек, о котором вы думаете в этой медитации, для вас также был матерью. А ваша мать, которая, может быть, уже скончалась в любом случае, уже где-то переродилась, хотя она и теперь в другом теле. Она все еще где-то просто, я не знаю где, но она теперь перевоплотилась. И потому, где бы она ни была, я могу развивать к ней любящую доброту. Таким образом, вы можете развивать то же состояние, применительно к близким, которые уже скончали. И вот вы развиваете устремление. Я принесу наивысшую радость всем живым существам. Вы отдаете всю свою добродетельность, все виды богатства и счастья, желая, чтобы мать обрела временное, то есть гедоническое счастье, и счастье подлинное, глубинное. И вы представляете, что... Вы погружаетесь, так сказать, в чувство в царство возможного и представляете, что ваша мать достигает этого счастья и благополучия. А мирила успеха — это способность, подлинная способность забрать страданий других людей. И вот здесь, что другие ламы отмечают, что это очень редкое достижение. Способность забрать страдания, подлинно забрать страдания других людей — это нечто абсолютно исключительное, случающееся, но исключительно редко. Например, в классической Индии есть история о великом йогине Майтре-йогине, который шел по улице, увидел лающую собаку, какие-то люди бросили камень в эту собаку, и одна собака была ранена. Майтре-йогин был реализованным бодхисаттвой и обладал очевидным образом также определенной кармической связью с этим существом. Он сразу погрузился в практику танглен, пока собака выла от боли. Он погрузился в медитацию и стал медитировать. Пусть страдаю вместо нее я. Люди вокруг стали хихикать, но он показал им на свое бедро, и они увидели, что рана собаки исчезла, а на его бедре появилась. Такое случается очень редко. Но я здесь не пытаюсь... Вы можете верить или не верить в эту историю. Моя задача не в том, чтобы вас убеждать. Но то, можете ли вы на самом деле забрать страдания других, потому что занимаетесь практикой танглен, и люди начинают чувствовать себя лучше, потому что они начинают ощущать больше радости, меньше страданий. Независимо от того, можете ли вы это осуществить, практика будет преображать ваш ум. Если вы правильным образом выполняете эту практику, она, безусловно, принесет вам пользу. Но помните, вы занимаетесь этой практикой, так сказать, не в яйце. Конечно, медитацией вы занимаетесь в уединении, может быть, в своей комнате. Вы выполняете эту практику искренне. Ах, если бы мне удалось забрать страдания от других, так, чтобы они созрели для меня, а не для них. Если бы мне удалось отдать... Вот бы мне удалось отдать всю добродетель, все счастье, которое накопило. Вы взращиваете этот настрой замены себя и других. Вы преодолеваете эгоцентризм, потому что суть здесь в том, что все это лекарство для преодоления порня ваших страданий, вашего эгоцентризма. Это непосредственное противоядие. Шантидева подробно рассматривает эту практику в восьмой главе «Вступление на путь Бодхисаттвы». Независимо от того, удастся ли вам в это мгновение устранить чьи-либо страдания, это открытый вопрос. Невозможно исключать такой вероятности. Иногда необъяснимые вещи могут происходить. Мне доводилось это наблюдать. Но независимо от этого, когда вы встаете с подушки для медитации, выходите из той комнаты, где практиковали, вы, скорее всего, начинаете взаимодействовать рано или поздно с людьми, вы будете взаимодействовать с людьми, с другими живыми существами с чувством того, что вы желаете им счастья, причин счастья, свобода от страданий, причините страданий. Пусть я смогу всем помочь. И вы сможете наблюдать за тем, в какой степени вы эту медитацию усвоили, в какой степени она влияет на ваше поведение, когда вы выходите из дома, приходите на рынок, когда читаете новостные заголовки CNN или других новостных источников, когда вы видите зло, выражение зла, выражение страдания, природные бедствия и неприродные бедствия, засуху, голод, пожары, вызванные вероятной заносчивостью, жадностью людей, абсолютно психопатическим устремлением покорить природу. О чем вообще можно было думать, чтобы такое сказать? Вот теперь, 150 лет спустя, мы пожинаем плоды подобного мировоззрения, подобных представлений. В последний раз экосфере подобный вред был причинен 65 миллионов лет назад, когда на планету упал метеорит, который уничтожил 75% жизни на планете. И мы приближаемся к той же самой точке. И все это вызвали мы, как биологический вид. Почему? В силу неведения, жадности и ненависти, эгоцентризма. Что же там говорить о внуках, о правнуках, о будущих поколениях? Посмотрите на то, посмотрите на то, насколько велика стоимость акций наших нефтяных компаний прямо сейчас. Они прямо сейчас получают огромные прибыли. Это этика рыбки гуппи. Рыбки гуппи живородящие, они не откладывают икру, а они рожают детей. Рыбка гуппи, когда она родила ребенка, этого ребенка нужно сразу пересадить в другой аквариум, потому что она поворачивается к нему, его съедает. Вот мы, как рыбки гуппи, пожираем собственных детей. Спросите, что Грета Тунберг, вы можете с Грете Тунберг на эту тему как раз побеседовать. Что нам необходимо? Это образ жизни бодхисаттв. Мерила успеха — это та степень, в которой нам удается приоритизировать, поставить благо других выше своего собственного. Чем больше степени, в той степени, в которой вы это осуществили, вы преодолели и свой эгоцентризм. И не только применительно к семье, не только применительно к своей стране, за свою страну отдам жизнь, нет, я убью при этом как можно больше врагов. Нет, не это. Речь не идет о какой-то предвзятости, о предпочтении одних групп другим. Речь о всеохватывающем чувстве. Потому что эгоцентризм отделяет, заменяет заботу от других на отцепление, на привязанность к самим себе. Но мы все, и те, кто творят добро, и те, кто вершат зло, нуждаемся в сострадании. Тема обращается к следующему из афоризмов. И опять-таки, здесь, разумеется, мы продолжаем рассматривать тему относительно бодхичитты через призму искусственных средств Танглен, которые были преподаны Шантидевой. Все это восходит к тексту Нагарджины, который называется Ратнавали, драгоценная гирлянда. Итак, мы практикуем Танглен. И теперь нам здесь рекомендуют привяжи хоба к своему дыханию. Когда мы с этим свыкнемся, когда освоимся с этой практикой, мы можем заметить, что мы можем привязать даяние и принятие к своему дыханию. То есть вы выдыхаете с любящей добротой, отдавая счастье, добродетель, причины счастья. А когда вы вдыхаете, вы представляете, что вы выбираете, вдыхаете страдания и причины страданий других. И таким образом вы со вдохом и выдохом, поворачиваясь, обращаясь только к одному человеку, то к другому, обращаясь только к одному, но в основу заголовку, то к другому, смотря телевизору, может быть, вы беседуете с кем-то, кто делится своими проблемами, и вы при этом практикуете Тонглен. Вы видите незнакомца и практикуете Тонглен. Тонглен укоренится в четырех безмерных. Рассматриваете реальности живых существ. Это способ рассмотрения реальности живых существ, которые всегда могут быть с вами. Вы не можете сказать, у меня так много было сегодня дел, не нашлось времени на практику. Это смехотворное утверждение. Вы видите, что кто-то очень счастлив, полон радости. Вы практикуете сопереживающую радость. Разве нельзя уделить несколько мгновений тому, чтобы практиковать сопереживающую радость или попрактиковать Тонглен? Пусть ты обретешь еще большее счастье, пусть ты обретешь подлинное благополучие, пусть ты обретешь счастье самого просветления, и будешь свободен от страданий. Пусть будешь, когда кто-то страдает, мы говорим, пусть будешь свободен от этих явных страданий, но и от более глубоких страданий, страданий из перемен. Пусть ты будешь полностью свободен от страданий, устранив самые корни всепронизывающего страдания, всепронизывающей недовлетворенности обусловленным существованием. Таким образом, вы приносите все это элемент мудрости. Если вы владеете тангленно, вы можете применять его в любой ситуации. К близким, к людям, которых вы считаете врагами, и к людям, которым вы абсолютно безразличны. Вы можете всех рассматривать как равных, как если бы они были вашей собственной добрейшей матерью. Таким образом, привяжи их оба к своему дыханию. Такова практика, которую Джо Ваатиша нам здесь предлагает. И, конечно, из многочисленных источников вы можете обратиться даже к первой странице наших конспектов. Можете видеть, что это составлен Атишей синтез великих мастеров, которые жили в Индии, но также и результат его грандиозного странствия в Индонезию, в рамках которого Атиша учился у великого мастера, жившего там, получив от него особое сущностное наставление по Бодхичитте. И в соответствии с древними постовованиями Атиша посвятил 11 месяцев тому, чтобы добраться до Индонезии с огромными затруднениями. А затем 11 лет восседал у стоп этого мастера, получая учения по Бодхичитте, практикуя. А затем, когда он вернулся в Индию, он синтезировал эти учения и затем передал их тибетцам в контексте данных наставлений, которые сначала передавались из уст на. Это синтез огромного объема мудрости, огромного сострадания, огромного объема искусственных средств. И все это предназначено для того, чтобы мы смогли отсечь корни цепляния за «я», цепляния за двойственность и цепляния эгоцентризма. Атиша для этого преподал нам все, преподал нам все, что необходимо для того, чтобы мы могли стать бодхисаттвами и вступить на путь бодхисаттвы. Все это содержится в этих нескольких афоризмах. А сейчас у нас, к счастью, есть и множество великолепных комментариев к этим учениям из всех четырех традиций, а также множество древних комментариев. Итак, привяжи их оба к своему дыханию. Превосходно. Итак, практикуйте это, когда вы находитесь в умиротворенном, в уединенном окружении для того, чтобы опереться на спокойствие. И в то же время практикуйте их не на подушке. То есть, конечно, когда вы в затворе, вы можете целый день просидеть на подушке, но в какой-то момент вы выходите на улицу, и даже в нашей умственной обсерватории в Кристалниве вы рано или поздно на прогулке встретите живых существ, хотя бы оленей. Олени знают, что им никто не угрожает, и поэтому они приходят познакомиться с йогинами и йогинем, ведь наши йогины и йогини никому не вредят. И таким образом вы можете встретить живое существо, живое существо или кого-то из других практикующих. Или, может быть, увидите, что кто-то несет пищу практикующим, доставляет продукты. Вы встречаете живое существо, и как тогда взращивать это качество любящей доброты, сострадания Батхичитты? Как выражать эти качества взаимодействия с живыми существами, которые вас окружают? Независимо от того, окружает вас ли у вас всего несколько животных, потому что вы живете где-то в глуши, или бесчисленное множество людей, потому что вы живете в мегаполисе. Как все это выражать? Как все это применять, когда вы в действительности встречаетесь с людьми? Не воображаете их, а по-настоящему встречаетесь с людьми, с которыми иногда действительно сложно взаимодействовать, как напомнил нам Фрейд, как будто мы этого не знали. В действительности с другими людьми бывает очень сложно. Не особо-то глубокое прозрение. Думаю, мы и так об этом догадывались. Ну ладно, если хоть какая-то истина есть в его словах, и то хорошо. Что предпринять? Три объекта, три яда и три корня добродетели. Гласит следующая строка. Три объекта – это люди, которых вы, собственно, видите. Люди не в вашем потоке ума. Это люди со своим собственным потоком ума. Они существуют независимо от вас. И некоторые из них будут очень приятными. Не доводилось встречать очень приятных и добродетельных людей. Это один объект. Приятные и добродетельные люди. Есть второй объект. Это люди не особо приятные. Может быть, на них не особо приятно смотреть, или, может быть, они ведут себя не особо достойно, или, может быть, они полны гнева, проявляют насилие. Не особо приятные. А есть, кроме того, люди, которым мы относительно безразличны. Они не вызывают у нас никаких особых чувств, они нам не вредят, они не приносят нам пользы. Это и есть три объекта, вызывающие приязнь и приязнь и безразличие. А соответствуют этим трем видам людей, мы словно бы так разрезали пирог всех живых существ на эти три категории. Вот милый зайчик, вот существо, которое нам не нравится и так далее. Это три объекта, три вида живых существ, которые вызывают у нас приязнь и приязнь и безразличие. Им соответствуют три наших яда, три коренных яда. Привязанность к тем, кто вызывает у нас приязнь, да, побольше вот этого, пожалуйста, мне нравится, получать удовольствие. Отторжение к тем, кто нам не кажется приятным, уйдите прочь или поменяйтесь, а не то. И люди, которые кажутся нам не имеющими никакого значения, на них мы откликаемся неведением, безразличием. Что вы знаете об этом человеке? Ничего, мне наплевать. Это три яда. Кроме того, мы заблуждаемся, мы рассматриваем третью категорию существ как неотъемлемо неинтересных. Ты по природе своей не друг и не враг мне. Просто не я какой-то. Это вот три яда. И три корня добродетели. А три корня добродетели – это… Давайте на этом чуть подробнее остановимся. Когда вы переживаете любое и любой из трех ядов, вот клик на какой-то, на какого-то человека или на что-то происходит в вашей жизни, когда вы переживаете умственное омрачение, потому что оно тревожит и омрачает ваш ум, умственное омрачение страстного желания, жадности, привязанности, когда вы видите, как это омрачение тревожит ваш ум и, может быть, легко вызывает неприятное поведение, единственный ли вы человек, кто омрачен привязанностью? Нет, у вас много соратников. Разве не хотели бы вы быть свободными от этого омрачения? Разве не чудесно было бы, если бы все были свободны от этого омрачения? Вы опираетесь на свое собственное обстрастное желание и привязанность для того, чтобы пробудить сострадание. Аналогичным образом с ненавистью, ненависть болезненная, чувство обиды, презрение, ненависть, враждебность – все это по-настоящему нам вредит, правда? Тревожит наш ум, мы не можем уснуть, не можем ничем насладиться. И это касается всех остальных существ. И мы пробуждаем сострадание ко всем, кто страдает от злонамеренности, ненависти, неприязни. И просто заблуждение, помраченность, незнание того, каковы причины счастья, каковы причины несчастья, незнание природы реальности. Доводилось ли вам переживать помраченность? Да. Пробудите по тому сострадание от мысли, пусть все будут свободны от помраченности. И когда вы видите, что другие люди переживают любое из трех умственных омрачений, вы можете практикуйте танглин, забирайте на себя три яда, все причины страданий. А три добродетели носят весьма страктное название непривязанности, ненависти и непомраченности. Что ж, эта папка тоже свободна от трех ядов. Тем не менее, когда мы говорим о буддийской психологии, мы перечисляем 11 добродетельных умственных факторов. До чакмепа — непривязанность. Это не просто отсутствие привязанности, как вот, например, у папки или у камня нет привязанности. Под этим умственным фактором подразумеваются все умственные факторы, которые являются противоположностью привязанности, которые противостоят привязанности. Например, любящая доброта, сострадание и так далее. Непривязанность — это не просто отсутствие привязанности, это умственные факторы, которые добродетельны и являются лекарством от привязанности. Аналогичным образом, фактор ненависти — это терпение, это доброта, это страдание, это все, что противостоит ненависти. А в случае с помраченностью речь идет не просто об отсутствии заблуждений, потому что и у листа бумаги нет помраченности. Нет, это мудрость, это прозрение, это ясность. Вы взращиваете эти три корня как противоедие от умственных омрачений. Это уже очень глубоко. Это практика. Одна только эта строка, этот афоризм может полностью преобразить вашу жизнь, если вы по-настоящему станете эту строку практиковать. Она полностью все преобразит, и в этом и состоит назначение Ченни Ладжон, в том, чтобы очистить или преобразить ваш ум во всех видах взаимодействия, в которой вы вступаете. Именно потому Ладжон – это подлинно превосходная подготовка для интенсивной практики в уединении. Когда речь заходит о сострадании, как вы видите из заметок, где я цитирую своих учителей, прежде чем вы по-настоящему посвятите себя, например, достижению Шамадхи, вам нужно удостовериться, что вы взрастили должным образом сострадание. В противном случае вы можете очень глубоко сосредоточиться, ваша Мадха станет устойчивой. Вы будете говорить, я достигну Шамадхи, даже если это меня убьет, я буду по-настоящему упорствовать, я должен достичь Шамадхи. Вы можете стать церазвичайно эгоцентричными в своих духовных поисках, несомненно. Вы можете стать исключительно эгоцентричными в своей медитации. А ну потише там, заткнитесь. Я пытаюсь медитировать. Вы меня тревожите, а ну убирайтесь отсюда. Вы мешаете моей медитации. Ваши слова меня расстроили, моя медитация нарушилась. Не надо так делать. Я пытаюсь практиковать дхарму. Нужна тишина, покой. Ну-ка тихо. Я тут практикую дхарму. Эгоцентризм может по-настоящему пропитать нашу так называемую духовную практику, так же как бизнес или ведение войны. И потому нам нужно взращивать эти три корня добродетели, применительно к трем объектам и к трем ядам. Это полноценная практика, которая изменит ваше ум. И это будет революция. Когда мы видим эту революцию, полный переворот, полный переход от эгоцентризма, который также может пронизать нашу практику. На первом месте я. Я должен достичь освобождения. Все прочь дороги. Я хочу освобождения. Я жажду освобождения. Я хочу. Я хочу. Устремление к освобождению может быть абсолютно эгоцентричным. Ну, все что угодно может быть эгоцентричным. Можно создать больницу, потому что вы хотите, чтобы на ней написали ваше имя. Все что угодно может быть эгоцентричным, включая медитацию, включая поиски шамадхи, достижения шамадхи. Все это может быть лишь подспорьем для эгоцентризма. А здесь нам предлагают лекарства, защищающие нашу практику от хармы. А в правильном, на следующем конече способны защитить нашу жизнь, наше благополучие. Эгоцентризм — это корень страданий. Ваша практика от хармы должна попасть в цель, поразить цель. Она поражает цель, если ослабляет ваш эгоцентризм. Затем он продолжает. Во всем, что делаешь, упражняйся с помощью слов или фраз. Мы знаем, что когда мы в особенности взаимодействуем с миром, отвечаем на электронные письма, используем телефон, куда-то ходим, взаимодействуем с близкими, с незнакомцами, читаем новости и так далее. Мы знаем, во всем это можно увязнуть, происходящее можно глубоко увязнуть. Идея о духовной практике. Для духовной практики наше осознавание должно быть обширным, просторным, охватывающим всем живым в живых существ. Мы должны внимать всем явлениям, как подобным, сновидению. Нам нужно избавиться от скудаумия, от эгоцентричности, эгоцентризма, в рамках которого мы замыкаемся, словно бы в арахисовой кожуре, и думаем только о себе. Наш ум должен стать обширным. Мы должны стать махасатвой, великим существом. Сэнпа-чэнпа. То есть существом с огромным умом. Но мы увязаем в подробностях. Как говорится, дьявол живет в деталях. И нам очень как раз с этим сложно. Нас расстраивают мелочи. Ой, пролил кофе. А почему этот человек сдувает листья прямо рядом с моим домом? Нельзя разве в другом месте каком-то сдувать листья? Наш ум может стать очень ограниченным. Мы становимся скудаумными, эгоцентричными. А назначение медитации в том, чтобы в конечном итоге выйти из нее и привнести во все происходящее обширность ума, долгосрочность видения. И в центре этого всего четыре безмерных. Поддерживать непрестанный поток, подлинное пометование, это разумеется. Подлинная осознанность — это не просто осознавание всего происходящего, в следующий момент. В этом нет ничего дурного, но это не буддийское понимание. Нет. Не в этом смысл осознанности внимательности. В исходной. Исходный смысл в том, чтобы помнить о чем-то, удерживать что-то в уме. Так вот, вы знакомитесь с этими учениями, изучаете там, Глен, а затем удерживаете все это в уме. Этот способ внимать живым существам, лелеять живых существ больше, чем мы лелеем самое себя. Когда мы взаимодействуем с настоящими живыми существами, а не просто воображаемыми. Однако мы знаем, нам легко увязнуть в деталях, легко, так сказать, мы нашли след Дхармы, а затем его потеряли. Мы как бы начали порождать Батхичату, а потом увязли в этой маленькой проблеме, в той маленькой проблеме, в том, в этом, пятом, десятом. И так вот растратили свое время на какие-то мелочи, которые подобны паразитам, пожирающим наше свободное время. Так как же сохранить непрерывность практики? Речь не столь тонкий аспект нашего существа, как ум. Ум контролировать очень сложно, но повторять иногда какие-то фразы, наполнять свой день такими фразами, как, например, фраза «пусть страдания всех живых существ страдают для меня». Вот, может быть, ваш день замедлился, вам сейчас не нужно ничего делать, вы оклядываетесь, вы смотрите на всех живых существ, вы говорите «пусть страдания всех живых существ озреют именем для меня». Вы забираете страдания существ. Или вы говорите «пусть причины, корни мои добродетели, все причины моего благополучия зря для всех живых существ». Теперь вот здесь-то вы и привносите в действие молитвы четырех безмерных. Вы, например, оглядываетесь на других живых существ, когда стоите в пробке или находитесь где-то на рынке, думаете «надо скорее купить продукты и сбежать отсюда». Передо мной в очереди столько людей. Магазин полон существ. И вот в эти моменты как раз мы думаем, пусть все существа обретут счастье, причины счастья. Пусть все здесь отыщут свободу от страданий, причин страданий. Вы видите человека, который взял пакеты с продуктами, возвращается домой. Пусть он насладится этой пищей. А кроме того, проявляете непредвзятость. Привлекательные люди, непривлекательные, приятные, неприятные. Ваша этическая группа, другая этническая группа. С непредвзятостью вы внимаете всем, упражняясь с помощью фраз. Это способ интегрировать практику в вашу жизнь, сохранить, так сказать, не потерять след. И, наконец, последний афоризм на сегодня, и это последний афоризм во втором из пунктов. Начни последовательность принятия себя. Все начинается изнутри. И эта мысль исходит из древнего комментария, одного из очень ранних комментариев, из комментария Серчель Бувы, который я перевел много лет назад. И вот Серчель Бувы в своем комментарии говорит, «Пусть все муки, которые уготованы мне в будущем, жар и холод, адов, голод и жажда, голодных духов, пусть они созреют для меня прямо сейчас. И пусть вся карма, завеса и загрязнения, из-за которых живые существа падают в адские царства, например, погрузятся в мое сердце, чтобы я отправился в адские царства вместо других. Пусть плоды их страстного желания и неведения стекаются ко мне». Поразительная мысль. Мне хотелось бы мне остановиться, прежде чем обратимся к вопросам и ответам. Когда мы молоды, многие из нас, может быть, думают, мы полностью игнорируем, что в какой-то момент мы достигнем старшего возраста, или тем более пожилого. Мы смотрим на других людей и думаем, «О, вот пожилой человек, слава богу, что я не такой». Как если бы старость была заразным вирусом, а нам удалось его не подцепить. Но когда мы достигаем более зрелых лет, мы думаем, я в разгаре своей карьеры, нужно продолжать продвигаться. А в конце концов мы достигаем старости и говорим, «Ох, вот как неожиданно все случилось». Как-то я не ожидал и состарился. Но, надеюсь, я, по крайней мере, теперь не такой тупой, каким был в молодости. Иначе в какой вообще был смысл жить? В чем смысл жить в форме человека, если ты не мудреешь с годами? Можно было бы и свинкой быть с таким же успехом. Должно быть какое-то назначение у жизни человека. И нам нужно распределить… А для того, чтобы этот смысл извлечь, нам нужно использовать все возможности и свободы, которыми мы как люди обладаем. Мы упражняемся в молодости, придерживаемся здоровой, питающей наше тело диеты, тренируем свой ум, взращиваем добродетели и думаем о том, как все будет выглядеть, когда мы достигаем старости. Нам хотелось бы постареть грациозно, с некой элегантностью. Мне хотелось бы, чтобы мой мозг не подвергся измождению, потому что я им не пользовался, и он погружается в деменцию. Я уже не могу им воспользоваться, когда мне нужен. Да, у нас есть способы формировать новые нейроны. И этот способ состоит в том, чтобы использовать свой ум, не превращаясь в овощ на диване. То же самое, так же, как с мышцами. Если мы не пользуемся мышцами, они исчезают. И то же самое с мозгом, он так же обращается в кашу. Да, люди долгновидные будут стараться сохранить благополучие и в старшем, и в более зрелом, и в старшем возрасте. Также могут заботиться о своих внуках и правнуках. Но Шантидевы говорит, а как же тогда быть с вашими будущими жизнями? Как многие на планете думают о последующих рождениях, о жизни, одной жизни за другой. И мы, если мы серьезно относимся к этим вопросам, если мы считаем, что непрестанность рождения — это нечто серьезное, прекращение в момент смерти — это не более чем наивная мечта. Пусть в прошлой жизни я хотя бы вспомню, что... Конечно, если в будущей жизни я вспомню, что со мной в прошлом происходило, если бы я, обладая ясновидением, оглянулся на прошлую свою жизнь, смог бы я себя отличить от любого другого человека. Может быть, это вообще был не человек. Мы смотрим так, может быть, в прошлом, и думаем, это был не я. Поток сознания, лишь поток сознания наше объединяет. Карма и заслуга. Воспоминания. Но от жизни, из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, в особенности с учетом серийной амнезии, которую мы переживаем жизнь за жизнью, мы даже не помним, кем мы были. И вполне можно сказать, что наша прошлая жизнь — это какой-то другой, совершенно чужой для нас человек. Мы друг друга бы не узнали, и это, может быть, даже было вообще не человек, а животное или прета и так далее. Это не я в другом теле, это какая-то другая личность с другим телом. Нас объединяет лишь одна непрерывность сознания, континуум сознания. Но это не я. Аналогичным образом люди вокруг меня, они также не я, но мы все, опять-таки, взаимосвязаны. И здесь Атиша нам предлагает взглянуть в будущее, посмотреть в будущее, зная, что в прошлом мы накопили, мы все накопили весьма неблаготворную карму. Мы смотрим на себя в будущем, на себя в будущих жизнях. Мы думаем обо всем дурном, что мы, так сказать, собрали для этого будущего себя. И мы говорим, пусть лучше это все созреть для меня сейчас. Я хочу облегчить твое время в будущем, говорим мы себя. Я на себя приму все, что в будущем тебя бы ожидало. И вы представляете, что вы забираете свои собственные будущие страдания, вы взваливаете их на себя сейчас, чтобы вы, как человек в будущем, их не переживали. Это совершенно гениальный подход. Да, мы можем действительно эти шаги предпринять. Это мудрая жертва, если мы не зациклены на мгновенном удовлетворении желаний. Вполне разумно делать, приносить жертвы в настоящем ради более светлого будущего или ради будущих поколений. Мы могли бы делать все возможное для того, чтобы не делать совпадку к изменению климата. И да, мы получим, мы в текущем мгновении получим от этого меньше пользы, чем будущие поколения, потому что мы еще не достигли полного разгара негативных последствий наших действий. Хотя часть их уже переживаем, хотя не все из нас. Таким образом, это учения от англин, которые мы применяем на подушке и не на подушке. И всего этого достаточно для того, чтобы стать бодхисаттвой. Но дальше наследуют еще учения, и они в особенности окажутся полезными в обыденных жизнях ситуациях, не на подушке. Итак, снова вопросы-ответы. Я постараюсь быть кратким. Некоторые вопросы довольно длинные. Я знаю, если вы уже очень хорошо знакомы с Матхямакой, может быть, вы также пришли к Матхямаке, изучив сначала Вабхашику, Саутрантику и Читаматру, все, что объяснял вчера, вам окажется, скорее всего, совершенно ясным, понятным. Но если вы не изучали раньше буддийскую философию, с вероятностью 100% можно сказать, что вы неправильно поняли то, что говорилось о Прасангике. И поэтому мне хотелось бы сказать, да, неправильное понимание, это неправильное понимание. И здесь не нужно сразу думать, а, да, я все понял. Итак, вот первый вопрос. Майк Тайсон, боксер, хотя бы знаю, кто это, сказал, что у всех есть план, пока не ударят по лицу. В том, что касается концептуального обозначения, мне бы не хотелось рассердить Майка Тайсона. Важно ли, что мы называем грузовик грузовиком? Кажется, что квантовая физика касается только микроуровня, но не маркоровня. Это фундаментальное непонимание того, чем я поделился в прошлом. И к таким ошибочным выводам очень легко прийти. Но опять-таки мы говорим о Нагарджане, которого люди цитируют 2000 лет назад. Вы думаете, Нагарджана не знал, что если ударят по лицу... Нагарджана не думал, что если вас ударят по лицу... Ой, нет, это сахарная вата, меня на самом деле поцеловали. Это был поцелуй. Нет, никто таким тупым быть не может. Поэтому давайте будем чуть более благосклонны к Нагарджане, не думаем, что он совсем дурачок. Разумеется, все это знают. Ничего нового мы здесь на основе этого вопроса нового не узнали. Но я хотел бы ответить серьезным образом на серьезный вопрос. Я понимаю, как можно прийти к этому ошибочному пониманию. И в еще одном вопросе та же тема прозвучала. Постараюсь ответить кратко, хотя это будет сложно. В наиболее изощренной из философских школ, которые пришли к нам из индийского буддизма, в наиболее изощренной и сложной интерпретации буддийского учения, учения Будда о совершенстве мудрости, говорится, что объекты и субъекты – вещи, которые мы познаем как наделенные характеристиками, характерными чертами, объектом и субъектном уровне. Например, мы можем посмотреть на картину и сказать, «Она квадратная, стена белая, хлопок, он ощущается так-то». Все эти видимости возникают до того, как мы концептуально их обозначим. Но необходимо понять ту последовательность, которую я вчера описал, и, может быть, слишком быстро. Переход от субстрата к полностью активному человеческому уму. В этом процессе есть момент, на котором у нас проявляется уже преконцептуальное, первичное разделение на «я» и «другое». Это разделение свойственно, например, червям. Червям, дождевые черви не едят сами себя. Они умеют отличать себя от чего-то иного. Они знают, что есть они, и что есть что-то иное. У них, у червей нет руки, но если бы она у них была, они бы не сказали «ой, мяско», и не начали бы ее жевать. То есть на очень примитивном виде, на самом примитивном уровне, который можно себе вообразить, на самом примитивном уровне активности живого существа, и с буддийской точки зрения это ошибочное представление, но нам не следует к нему относиться легкомысленным, с буддийской точки зрения это первичное цепляние доходит до самого глубинно-основополагающего уровня. Живете ли вы в аду? Может быть, вы преты или примитивное животное? Может быть, например, гидра – самый примитивный из организмов, который обладает сознанием, потому что обладает нервной системой. Но это лишь предположение, можно однозначно этого утверждать. У всех этих существ есть чувство разделения и способность распознать. Примитивный организм отличает «это пища, это не пища». С этим я… это я пережую, это я смогу переварить, а это нет. Да? Есть и сношаться. Это вот эволюция. Выживать и размножаться. Но чтобы выжиться, нужно знать, что можно есть, а что нельзя. Чтобы размножаться, нужно знать, с кем можно размножаться. Таким образом, это способность выделить пищу, хотя нет слова «пища», нет мысленной концепции «это вот пища». Нет, мы говорим об очень примитивном уровне, который является врожденным и относящимся ко всем живым существам. Это очень тонкая форма концептуализации, потому что концептуализация, которая объективизирует. Мы не просто видим какие-то видимости, это говорим «о, видимости». Нет, у видимости самих по себе нет характерных черт. А вот у объектов есть, и ум, который опознает пищу или объект сношения, это ум концептуальный. Он свойственен всем чувствующим существам. Конечно, не все чувствующие существа едят, и не все чувствующие существа сношаются, но сами эти концепции превербальны, и это гораздо более тонкое концептуальное мышление, чем наше дискурсивное мышление. Поэтому не будем здесь все эти уровни путать. Тем не менее, если Майк Тайсон бьет вас по лицу, или если вас сбивает грузовик, опять-таки не будем думать, что нагарженные буддийские философы были дурачками и подумали обо всем это 2000 лет назад. Нет, эти видимости, здесь мы погружаемся в буддийское воззрение, и если оно вам не нравится, вы, конечно, можете его не проникнуть. Воззрение Прасангикой Матхямаки не будет представлять для нас смысла, не будет представлять никакого смысла, если все ограничивается этой жизнью. Вы родились в этой жизни, ваше сознание появилось, когда соединились яйцеклетка и сперма, и этим все ограничивается. Нет, Прасангикой Матхямака не будет представлять особого смысла в этом контексте, потому что если ваше сознание пресчется, когда вы умрете, не занимайте себя Прасангикой Матхямакой, просто будьте хорошим человеком, будьте нравственным человеком. Просангика вообще вам не по карману. Она не представляет для вас никакого смысла, если вы материст. Не заморачивайтесь с ней. Все равно ее неправильно понимаете, не поймете, и она, скорее всего, покажется вам чем-то совершенно глупым. Я не говорю, что вопрос глупый, тем более человек, который его задал. Но вот не нужно также думать, что и матхямака — это глупость. Все эти видимости проявляются в результате кармы. Я описываю здесь буддийское воззрение. Мириады миров проявляются из кармы. Сансара проявляется из клеш и кармы. И все плохое, что с вами случается, включая то, что вас бьют, вы заболеваете, вас сбивает грузовик, ломается ваш дом, вы ломаете ногу. Все эти тяготы, с которыми вы сталкиваетесь, проявляются? Не потому, что вы их концептуально обозначили. Они проявляются в результате кармы. Они проявляются как видимости. Если вы встанете перед грузовиком и обозначите его как бабочку, вас все равно собьет и размажет. Потому что у вас была карма для того, что вас сбил этот грузовик. Вы переживете краткое мгновение боли, а потом вас выкинет из тела. Все, ваша жизнь завершилась. Вы умерли. Можно как угодно было этот грузовик обозначать. В видимости, есть видимость того, что вас сбил грузовик, ударил МакТайсон, вы заболели, вы ощутили блаженство. В видимости, это порождение, многие из них, но не все, в видимости в большинстве своем порождены кармой прошлой жизни. Но то, как мы их постигаем, какой смысл мы им приписываем, вот это как раз процесс концептуального объективизации. Это МакТайсон, это грузовик, это рак, это война. В видимости не зависит от того, что вы думаете. У них более глубокие корни. Это реальность. И опять-таки, если вы не верите в карму, вам не нужна прасангика, вы не готовы к Маттаймаке. Вы готовы быть нравственным человеком. Но если вы выкидываете карму о перерождении, думаете, что это все ерунда, и вы такие секулярные буддисты, так сказать, ха-ха, ну, можете верить во все, что угодно, но вы вообще-то не буддист. Нет такой вещи, как секулярный буддизм. Есть подобие буддизма, где просто раскачиваемся на поверхностном уровне. И, пожалуйста, если хочется этим заниматься, можно и этим себя посвящать. Но точно так же, как квантовая мех... Точно так же можно сказать, что и квантовая механика касается не только мельчайших частиц. Так думали 20 лет назад, когда существовало представление к дикогерентности, когда все думали, что квантовые явления и колебания проявляются только на самом базовом уровне и не выходят с этого базового уровня. Они не касаются... И все тогда думали, что квантовая механика касается только элементарных частиц. Я не думаю, что среди живущих на ней есть физиков, квантовых физиков есть те, кто верит в это. И поэтому представление о том, что квантовая механика не актуальна для макромира, является совершенно ошибочным. Я знаю, что многие люди в него раньше верили. Знаю одного очень воздающего нейрофизиолога, который составил... который написал научную работу, который говорит, вот почему квантовая механика не актуальна для мозга. А с тех пор появилось много свидетелей с пользой того, что это совершенно неверно. Так вот, например, ни Марк, а ни Хамед говорит, что у нас сейчас есть веские основания считать, что пространство времени существует во внешнем мире. И если мы думали, что квантовая механика касается только элементарного уровня частиц, мы глубоко заблуждаемся. Есть основания тогда более глубоко изучить всю эту тему. Человек, такой выдающийся человек, как Иосиф Далалама, говорит, если вы хотите понять подъямоку, сначала присмотритесь к квантовой механике. И я бы не стал отвергать его слова, как если бы он был человеком, который не знает, о чем говорит, он на самом деле знает. Ну, двинемся дальше. Следующий вопрос от моего старого друга. Вещи существуют лишь в силу обозначения, мы их овеществляем и так далее. Но вот здесь ошибка неправильная понимания. Говорит, что вещи существуют лишь в силу обозначения, или вербального обозначения, значит, предполагаю, что всюду существует. Нет, буддистское определение, так сказать, разговорное, а не текстольное. Каковы отличительные черты человека? На разговорном тибетски. Люди. Люди. Это не уникальная черта, но обобщающая людей. Что делает людей людьми, в отличие от других приматов или рептилий, других существ? Мы знаем, как говорить. И знаем, как понимать речь других людей. Это отличительная человеческая черта. Но когда Нагарджуна говорит об вебовеществлении, он говорит о веществлении, это врожденное, помраченное всех живых существ, и вся реальность возникает, потому что любое живое существо, будь то таракан, или микроорганизмы, или дэва в царстве без форм, он говорит, все это проявляется в силу концептуального значения, прекрасно знаю, что многие живые существа не разговаривают и не обладают языковыми навыками. Когда мы слышим, что явления возникают в силу причин и условий, в силу зависимости от частей и атрибутов, и в силу концептуального обозначения, если вы носитель языка, речь будет идти о концептуальном обозначении и вербальном обозначении. Это мой друг, это страна, мой враг, это человек мой враг, это страна мой враг, это ужасно, это вредит моему другу, это мне нравится. Если вы пользуетесь языком, вы также и вербально обозначаете свой мир так, чтобы он возник. Но, как я уже говорил, вербальное обозначение касается лишь тех, кто пользуется языком. Есть множество живых существ, как вы помните, 20 миллиардов, по 20 миллиардов животных на этой планете, а нас всего около 8 миллиардов. Большинство этих животных не пользуются языком, но это чувствующееся, что поэтому речь идет о концептуальном обозначении. Я это уже помянул, отвечая на первый вопрос. Концептуальное обозначение уходит гораздо, гораздо, гораздо глубже, чем то мышление, для которого мы используем фронтальную кору. Это нечто чрезвычайно тонкое. Но эта способность, способность отличать одно от другого, это уже концептуальное обозначение. У вас может не быть никаких слов, у вас не может быть никаких мыслей. Что приходит на ум к примитивному организму, который цепляется за листик? Он не пытается с этим листиком сношаться, он пытается его съесть. Но когда этот организм встречает другого представителя своего же вида, он пытается с ним как раз сношаться, а не пытается его есть. Это примитивная концептуализация, которая отличает пищу от потенциальных партнеров. Нечто очень простое. И все живые существа находятся в центре, концептуально обозначенной ими мандалы. Поэтому давайте не будем в этих вопросах путаться. было бы весьма удачно предположить, что Нагарджана был человеком по-настоящему мудрым и продумал все эти вопросы. Мы не обязаны верить во все, что он говорит. Но, может быть, есть основания считать, что 2000 лет спустя люди его цитируют в силовеских основаниях. В вопросе говорит, многие живые существа ничего не называют именами, но мир для них все еще существует. Да, конечно. Как я упомянул вчера, если вы засунете руку в чашку с очень горячей водой, вы очень быстро это поймете. До того, как вы подумаете, горячая вода, вы уже провели различие между ней и чем-то еще. Концептуальное обозначение, значит, гораздо более тонкое. Ваша рука обваривается, вы ошпариваете руку в силу воды, а не в силу концептуального обозначения. Так что это очень глубокая тема. Как говорил один из моих учителей, это был один из многих подобных мастеров, четыре года получал учение и вел диспут по 8-9 часов в день, изучал, осмыслял, медитировал. Четыре года он настолько уходит на то, чтобы получить бакалаврскую степень. Одну только тему матхямаки, одну только тему пустотности от постигаемых объектов, пустотности постигаемых объектов от постигающего субъекта. Для того, чтобы понять, что все явления, как говорит Атиша, подобны сновидений. Это хорошие вопросы, я ни в коем случае не хочу их принизить. Но древние мастера все это уже продумали. Мне довелось встретить одного философа, который проводил различия между матхямакой и квантовой. Я проводил различия между квантовой физикой и матхямакой. Этот философ мне сказал, буддисты не могли об этом чего не знать, они жили в донаучные времена. Но у мудрости, то есть до Фрэнсиса Бэкона, который предложил подвесить природу на дыбе и пытать ее. Вот это, по его мнению, было научным. Но этим мы и занимаемся последние 150 лет, как минимум. Здесь хорошо проявить определенную степень смирения. Для меня очевидно, что взращивание ума для развития шамадхи – это нечто незамедлимое для подлинного духовного преображения. Пожалуйста, не могли бы вы породить, что делать людям, у которых хорошая мотивация для практики. В то же время я родитель маленького ребенка. Было бы удачно уйти в длительный затвор и отбросить семейные обязательства. Превосходный вопрос. Скажу вам, что прежде всего я не стану говорить. Чего не следует делать, если вы по-настоящему преданная дхарма. Не нужно бросать жену и говорить «позаботься о ребенка, если хочешь отдай на усыновление». Нет, у вас есть обязанности, и это и есть ваша дхарма. Вы стали отцом ребенка, и хорошо, если у вас есть в этом деле напарник, потому что двум родителям проще. Ваша дхарма теперь состоит в том, чтобы интегрировать ладжонг с каждым аспектом вашей жизни. Не для того, чтобы посмотреть, насколько удастся удалиться от супруги и от ребенка, для того, чтобы позаниматься шаматкой. Нет, не нужно видеть, усматривать какой-то конфликт между дхармой и семейной жизнью. Ведь вы начнете ощущать фрустрацию применительно к супруге или супругу, к ребенку. Нет, прежде чем уходить в какой-либо строгий ретлид для того, чтобы реализовывать шаматху или любой другой вид затвора. Великая задача, связанная с дхармой, которая под нами состоит в том, чтобы научиться практиковать дхарму в целом. Научиться дхарму постоянно. Нужно отказаться от всей привязанности и погрузиться в дхарму. Вам нужно отказаться от привязанности к супруге и ребенку и наполнить их любящей добротой, омыть их сладостными водами любящей доброты, сострадания, заботы. Без эгоцентризма. Вот это идеал. И к этому идеалу можно приблизиться, его можно реализовать. Вам просто нужно быть человеком, который словно бы вырывает все сорняки и напитывает благотворные растения. Когда вы напитываете заботу, а когда вы замечаете эгоцентризм, гордыню, зависть и так далее, их нужно устранить. Вы будете нужны своему ребенку длительное время, может быть, не так долго, как вам кажется, а может быть, даже дольше. Дети – это нечто весьма непредсказуемое. Но вам нужно полностью наполнить свою жизнь семи пунктами тренировки ММА, так, чтобы они затронули всю вашу жизнь, так, чтобы ваш ум обратился к дхарму, и у вас никогда не было периодов, когда вы слишком заняты, чтобы практиковать дхарму, потому что дхарма перестала быть чем-то, что вы уберете, а затем отставляете в сторону, приподнимаете, отставляете в сторону. Рано или поздно вы будете нужны ребенку не так, как сейчас. И если таковы ваши устремления, ваши молитвы, это будем посвящать и заслугу, когда придет подходящее время, когда вы наполнили, насытили всю свою жизнь дхармой, преобразили всю свою жизнь одной революцией за другой, вы получите благословение, застроятся благословения, и когда вам нужно будет оказаться в затворе, вы окажетесь в затворе. Может быть, сначала на всего одни выходные или на один день, может быть, ребенок может потерпеть без вас всего один день, и вы можете предвкушать этот день рано или поздно, такой день начнется, когда ребенок достигнет юности. Вы сделаете однодневный затвор, смотрите, что делают христиане, иудеи, и мусульмане. Шаббат, да? Всего один день, посвященный практике, но только практике, только дхарм. Это превосходный день. Рано или поздно, может быть, вы сможете сделать ретрит продолжительностью в выходные. Это чудесный вопрос. Другие вопросы тоже были хорошими, мы нашли на них простые ответы. Далее, если человек реализует нирвану, покоится ли его основание? Да, это вневременное, наивысшее успокоение. Покоится ли достигшее нирваны существо Вала-Вижняни или Врикпа? Ни в том, ни в другом. Ни в том, ни в другом. Я это уже кратко затрагивал. Это непостижимое успокоение, но это в то же время не исчезновение. Это окончательный, наивысший запредельный покой и совершенная свобода. Это существо не покоится Врикпа, потому что оно не постигло природу Будды. Это не Будда. Это нирвана. Это успокоение в нирване. Является нирвана переживанием чистой земли? Нет, чистая земля — это некое место. Не место на западе или востоке, но это некая среда. Среда, порожденная умом Будды. Так что нирвана — это и не чистая земля. В том, что касается успокоения осознавания, как ощущается чистая земля. Это несколько не касается нашей темы, поэтому я не буду на этом останавливаться. Это просто не часть наших учений в данном случае, а время наше ограничено. Как разбираться со страхом, который возникает в процессе изыскания? Время наше быстро истекает, но я отвечу на этот вопрос. Страх может проявляться в практике шамадхи, потому что по мере того, как вы практикуете шамадху, вы отпускаете самоотождествление с телом, с дыханием, вы отпускаете самоотождествление с мыслями, воспоминаниями, надеждами и страхами, вы отпускаете самоотождествление с любыми концепциями, которые у вас есть относительно самих себе, и при этом может возникнуть мысль, а что станет со мной? Еще до того, как вы погрузитесь в глубинное, додискурсивное, преддискурсивное чувство сжатия, у вас возникает мысль, а не исчезну ли я, не перестану ли я существовать? Несомненно, может возникнуть страх, несомненно. А если уж обратиться к пустотности, может возникнуть страх исчезновения, уничтожения. В процессе Танглена, когда мы обращаемся к Танглену, думаем, а не возьму ли я действительно на себя страдания других? Я молюсь о человеке, который страдает от смертельно опасной формы рака. Не случится ли то же самое и со мной? Такой страх также может возникнуть. Некоторые из этих видов страха имеют основания в реальности, многие из них нет. Это очень обширный и, разумеется, очень ценный вопрос. У всех этих вопросов есть ценность. Когда наше понимание является очень простым, мы задаем простые вопросы. Иногда вопросы бывают очень заширенные, потому что понимание наше будет изучено. Страх возникает, я очень кратко здесь отвечу. В 1989 году я организовал годичный ретрит по шамадхе наставникам. В рамках этого ретрита был изумительный йогин, который звали Ген Ламримпа. И в самом начале этого года, на протяжении которого люди посвящали себя исключительно шамадхе, и нечем еще было заниматься этой ретритой, он сказал, в рамках этой практики возникнет экзистенциальный страх. Когда этот страх возникает, изучайте его. Не отождествляйте себя с ним, не позволяйте этому страху вас захватить. Покойтесь в осознавании и наблюдайте за страхом. И когда вы наблюдаете за ним, наблюдайте за ним с различающей разумностью и задавайте себе важные вопросы. Основан ли этот страх на реальности или же на заблуждениях, на омрачениях, на помраченности? Если вы боитесь чего-то, чего в реальности нет оснований, тогда предпримите что-то по поводу объекта своего страха. Если вы боитесь, что вы, например, морите себя голодом и повреждаете, вредите своему телу в затворе, да, это может быть страх основан на реальности, не нужно морить себя голодом. Если вы боитесь, что вы слишком уж стараетесь из-за этого начинаете ощущать стресс, зажатость, измождаете себя, и вы боитесь, может быть, что я слишком себя мучаю, да, вполне есть веские основания этого бояться, не нужно себя слишком в практике насиловать. Если вы боитесь чего-то, что может быть реальным, предприните необходимые шаги для того, чтобы избавиться от соответствующей опасности, проявите здравый смысл. Но есть страхи, которые проявляются и все же не имеют оснований в реальности. Я могу бояться, что астероид вот-вот упадет мне на голову. Никто этого не ожидал, но вдруг он пробьет крышу и попадет мне в макушку. Ну, толку от такого страха? Какой смысл, каков смысл бояться вещей, над которыми я не обладаю контролем? Может быть, я буду сидеть здесь, а астероид упадет мимо меня. Какой смысл бояться смерти? То есть все равно, что бояться, что Солнце завтра не встанет. Нет смысла бояться вещей, которые реальны, над которыми у нас нет никакого контроля. Да, вы умрете. Нужно с этим разобраться. Нужно преобразить сам наш опыт умирания. Некоторые страхи возникают, таким как страх уничтожения нашего я, который при этом не имеет никаких весных оснований. Никто от медитации не исчез еще. Цонкапа приводил аналогию. Это история из жизни Цонкапа, великого мастера 14-15 веков. Цонкапа был очень мощным существом, который давал учения по пустотности. Такие учения, как мы рассмотрели вчера дня, но в мощной форме, на основе собственного постижения. Так вот, Цонкапа слушала группу монахов, и один из монахов как бы получил передачу от ума к уму, и что-то внезапно осознал, и испугался, схватившись за собственный воротник, как если бы он вот-вот исчез, он почувствовал, я вот-вот не исчезну, и как за спасательный жилет ухватился за свой собственный воротник. Цонкапа, который обладал ясновидением, показал и сказал, вот этот парень испугался и взялся за свой воротник, смотрите. Он только что установил для себя условную реальность на основе, благодаря опоре и собственного воротника. То есть, если вы боитесь, что вы исчезнете, возьмитесь за свой воротник. Вы не можете исчезнуть. Устотность от неотъемлемого существования не отрицает существование чего-либо, что уже есть. Мы лишь указываем на отсутствие того, что и так отсутствовало. И, на мисловом, вы ничего не потеряете, кроме заблуждений, кроме помраченности. А за нее не нужно цепляться. То есть, если вы можете что-то предпринять, предприните. А если нет, прослабьтесь. Если речь идет о Випашине, знайте, что она вам не навредит. И просто наблюдайте за страхом себя с ним, не отождествляя. Да, действительно. Жизненно важно взрастить и Шамадху, и Випашину, используя их единение. И далее вопрос. Наблюдение за наблюдением. Наше время истекает. Отвечу быстро. Да, немного лет, десятилетия назад. Попытка наблюдать за наблюдателем, подобная глазу, который пытается видеть сам себя, или ладони, которая пытается хлопнуть сама по себе. Много есть таких аналогий. И вот как же это все работает. Что ж, осознавание, осознавание. С ним все просто. Не пытайтесь слишком быстро зайти слишком далеко. Очень быстро увязнуть, так сказать, в узлах Випашины, попытаться их развести, и лишь еще больше себя в этих же узлах запутать, запутать их вокруг сутной шеи. Я не могу себя отыскать. Где-то я тут должен быть. Где-то должен быть я. Если я не здесь, то где? Нет, продвигайтесь медленно. Медленнее. И спросите себя прямо сейчас. Сознательны вы сейчас или бессознательны? Если вы бессознательны, вы не слышали моих слов. Значит, во всем этом нет никакого смысла. Но думаю, если вы слушаете, вы меня слышали и могли бы так поднять палец и сказать, да, я в сознании. Но откуда вы знаете, что сознательны, что в сознании? Я вот вижу стену, я вижу свет, я вижу свой компьютер. У меня есть сознание, потому что я вижу все эти вещи. Это верно. Это веские основания. Если вы переживаете квалия или видимость, если вы переживаете мысли, это, в общем-то, веское убедительное связи в пользу того, что вы сознательны. Но, предположим, и вы, скорее всего, вы уже слышали эту ногу, что если бы мы вас очень мягко и нежно поместили в идеальную floating camera, в идеальную камеру сенсорной депривации. Идеальные в мире не существуют, не доводилось не бывать. Но предположим, что мы поместили бы вас в такую идеальную камеру сенсорной депривацией, а я как волшебник бы еще взмахнул волшебной палочкой, и вы внезапно в этом черном окружении, без каких-либо визуальных, слуховых, тактильных переживаний, в то же время, благодаря мановению волшебной палочки, и в то же время исчезли бы все активности вашего ума. И исчезли бы все видимости перед умом, все активности ума, все пять чувственных сфер опустили, и вот вы там покойтесь. Будете ли вы при этом бессознательны, просто потому что перед вами не предстают никакие видимости? Можно ответить на этот вопрос? Нет. Вы сознательны не потому что есть видимости. Видимости есть потому что вы в сознании. Вы сознаете независимо от того, проявляются видимости или нет. Если вы сможете пережить, могли бы ощутить глубокий сон без сновидений в ясном сознании, если вы смогли бы проявить осознавание в глубоком сне без сновидений, вы увидели бы, что там ничего не происходит, вы покойтесь в субстрате, это просто пустота, но вы при этом можете все ясно осознавать. Точно так же, как можно практиковать осознанность сновидения, можно проявлять осознанность и сне без сновидений. И поэтому здесь не нужно ничего дорисовывать, добавлять, усложнять, добавлять к нашему осознанию. Просто осознавайте тот факт, что вы уже осознаете. Не нужно все усложнять. И последний вопрос, хотя время наше уже завершило, истекло. Силу функциональной действенности можно сказать, что все существует. Это безусловно верно, если что-то влияет на что угодно иное. Например, видимость кого-то в сновидении, или мысль, или все что угодно еще. Если что-то влияет на что-то иное и подвергается влиянию чего-то иного, тогда нет никакого выбора, приходится заключить, что это явление существует. Тем не менее, в силу того, что объект и субъект всегда проявляются вместе, а видимости определяются видимостью, возникают относительно наше восприятие. Это было бы удачное формулы, как мы не можем познавать вещи такими, какие они есть, мы познаем их только такими, какими они нам кажутся. И потому они пустотны, пустотной природой, так же, как и мы. Верно ли это? Верно ли это? Ну, Майк Тайксон вряд ли бы с вами согласился, но я бы за философскими учеными к нему не пошел. В том, что касается бокса, да, но не в вопросах философии. И я абсолютно точно знаю, что если он меня стукнет, мне будет очень-очень больно, даже если я и буду думать, что он меня просто нежно чмокнул. Так вот, одна только та мысль о том, что мы не способны вещи видеть такими, как и они есть. Нужно о ней самой подумать. Когда вы находитесь в осознанном сновидении, вы знаете это сновидение, вы знаете, что здесь нет ничего, кроме видимости в сновидении. Это не личное, это не человек, а лишь видимость человека. Разве вы не познаете эти видимости так, как есть? Когда Будда говорит, пусть видимым будет лишь видимое, пусть слышимым будет лишь слышимое. Разве не об этом говорит Будда? Разве Будда не говорил о том, что мы можем познавать видимости такими, какие они есть, не овеществляя их, не объективизируя их, не предполагая, что это видимости чего-то существующего и сокрытого за ними. Нет, мы можем видеть видимости так, как есть. А Ария, то есть существо, которое обрело прямое постижение пустотность, может постигать пустотность такой, какая она является, прямым постижением. И когда Ария выходит из медитативного погружения, где Ария без концепции, без какого-либо посредничества, непосредственно постигал пустотности, когда Ария существа выходит и видит все видимости, когда Ария оказывается в пост медитативном состоянии, это состояние для них подобного осознанно сновидения. Ария существо знает, все эти видимости проявляются, но я знаю, что они пустотны. Я познаю их такими, какие они есть. Я знаю, что они кажутся проявляющимися собственные стороны, но я знаю, что они не таковы. А Будда, который покоится в неприбывающей нирване, не погружен ни в сансару, ни в нирвану. Я как Будда верю в просветление Будды, доверяю просветлению Будды. Он его заслужил. А Санга сохранил... Я доверяю Будде, я доверяю Дхарме, которую он открыл. А Санга, которая сохраняет, очень также завоевала моя доверие. Так вот, все эти практики предназначены как раз для того, чтобы помочь нам узреть реальность такой, какой она является. Видимости и объекты такими, как они есть. И лишь истина наш освободит. Но на этой вневременной ноте давайте остановимся всего на мгновение и посвятим любые заслуги, которые мы собрали этим временем, проведенным вместе. Могу сказать, что с одной стороны можем говорить, прогрузиться на очень личную эру, не подумайте о реализации наших устремлений, наделенных наибольшим смыслом. А затем, в контексте этого пути, пути Махаяны, мы также посвящаем заслуги тому, чтобы как можно быстрее достичь полного просветления ради блага всех живых существ. Тем самым, мы берем чайную ложку своей собственной заслуги и вливаем ее в океан заслуг всех бодхисаттв. Так, чтобы эта заслуга сохранялась, созревала с жизни к жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Я закончу на одной очень краткой ноте относительно ко всем вопросам. Все эти вопросы превосходные. Вопросы задаются искренне, эти вопросы очень хороши. Если что-то непонятно – хорошо, можно прояснить. Видимости проявляются. Видимости войны, видимости страданий, видимости приятны и неприятны. Видимости проявляются. Что бы мы о них ни думали, видимости отсутствуются видимостью. Смерть – это все равно смерть, болезнь – все равно болезнь. Видимости не меняются, мы не изменим рак, а свой диагноз просто думая, нет, я здоров, я здоров, рак все равно останется. То есть речь не идет о каких-то глупостях, но когда эти видимости тягот, невзгод, войны, конфликта, вражды, природных бедствий и так далее, когда они проявляются, как мы их осмысляем, рассматриваем ли мы их, рассматриваем как неотъемлемо объективно дурные, как тяготы. Тогда мы их овеществили, тогда мы переживаем именно тяготы. Но это практика, практика ладжонга, это практика изменения концептуальных обозначений, устранения овеществления. Да, это все равно война, конфликты, боль. Но можем ли мы преобразить все это в то, что питает нашу духовную практику, и принять эти обстоятельства, а не просто их бояться? Да, здесь есть определенная гибкость, не позволяющая нам менять сами видимости, но позволяющая изменить то, как мы переживаем видимости. И концептуальное обозначение, если мы существо, пользующееся речью, а описывающее явление, может полностью изменить то, что мы переживаем. Карма созреет. Нравится нам это или нет? Она созревает даже у архатов. Маутгальяна Путра, один из великих учеников Будды, умер, потому что его забили до смерти. Можно как угодно было бы это концептуально обозначать, но его избили, и он умер. Великие ламы в китайских застенках умирали от пыток. Но то, как мы переживаем тяготы, может радикальным образом измениться. Маутгальяна не испытывал при этом никаких душевных мук. Поэтому у нас есть выбор. Видимости могут поменяться, а могут и не поменяться. Но мы можем концептуально обозначать, мы можем опознавать. Мы соучаствуем в сотворении реальности субъектов и объектов, в которых живем. И на этой ноте желаю вам удачного дня. И мы увижу вас примерно через 21 час. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok